Добрый день, коллеги! Меня зовут Владимир Демин. Я являюсь генеральным директором компании Amritex. Мы занимаемся агрономическим консультированием, причем абсолютно бесплатным. Те, с кем мы общаемся в нашей группе Instagram, это прекрасно знают. Вы можете задать нам любой вопрос, прислать нам фото, видео какое-то на том уровне информационном, на котором это можно. Мы вам подскажем, расскажем, дадим какую-либо консультацию. В принципе, что мы постоянно делаем. Сейчас мы с вами находимся в одном из хозяйств, с которым очень плотно сотрудничаем. Находимся на семенном участке озимой пшеницы, которая полностью обработана схемой наших препаратов компании Amritex линейки Fugustim. Озимая пшеница по предшественнику кукуруза на зерно. Сорт Тимирязевка 150. Срок сева 5 октября. Норма высева 5 миллионов. Значит, хоть для нашей зоны оптимальные сроки сева озимых пшеницов находятся, скажем так, в диапазонах с 10 по 20 сентября. С учетом того, что влага в почве отсутствовала полностью, температура почвы была на уровне 25-27 градусов. Мы сроки сева старались сдвигать максимально на более поздние и смещать их, так сказать, под дождик. Поэтому и сеяли, скажем так, в начале октября. Норма высева была 5 миллионов. Схожими физический вес это примерно был 5,2-5,3. Значит, семена мы протравливали химическим препаратом с действующими веществами. Клотианидин, протиоконозол, тебуконозол и флуоксостробин. Ну, как бы, по маркам я называть не буду. И микроэлементарная группа. А это фугустим, росток. При рекомендованной норме 1 литр на тонну семян мы здесь снизили дозировку в два раза и обработали семена дозировкой 0,5 литра на тонну. Также перед уходом в зиму мы сделали обработку ростком. То есть озимая пшеница перед уходом в зиму у нас находилась в фазе начала кучения. Мы сделали обработку ростком. Целью этой работки было накопление сахара. Далее, в весенний период нами были произведены две азотные подкормки аммиачной селитрой. Суммарно это 300 кг на гектар в физическом весе. Первую подкормку мы выполняли 20 марта. Многие смеялись, говорили о том, что рано, не нужно, вегетации нет, холодно. Но, тем не менее, мы ее выполнили. И я считаю, что мы с этим не прогадали. Почему? Потому что буквально потом начался период с температурами плюс 10, плюс 12. Пошла вегетация, а зимая начала расти. Но те, кто селитрой, не смог покормить свои посевы азотом, просто в поле выйти не смогли. Из-за того, что через день, через два, через три шли осадки. С учетом того, что у нас азот в почву был внесен и пшеница была подкормлена, то в течение этого месяца, до момента второй подкормки, наша пшеница уже находилась в состоянии нормального опущения. Два-три стебля мы имели, и состояние было очень хорошее. Потом мы сделали, как только почва подсохла, мы сделали обработку, потому что все равно прям активного роста не было, сделали обработку для вывода из перезимовки препаратом фугустим росток. Далее к нам пришел азимый клещ в гости. Он, кстати, работал во многих регионах ЮФО. Но почему-то кто-то говорил, у кого-то он есть, у кого-то его нет. У нас тоже его сначала не находили, потом более детально, когда начали посевы исследовать, оказывается, он есть. И он есть, и мы начали его работать, открыли прогноз погоды, посмотрели долгосрочные перспективы, и увидели, причем работали мы всю площадь 100%, это более 10 тысяч гектар, увидели, что картина по погоде, работали урывками, и увидели, когда что погода складывается неблагоприятно, мы поняли, что, скорее всего, гербицидная обработка, ну вообще появление сорняка, гербицидная обработка сместится на сроки уже ближе к маю. А при симптомы поражения болезней на растениях у нас уже были. Ну и так как мы, скажем так, ну говоря откровенно, не являемся там великими специалистами в болезнях, там не выкладываем, ну как бы участвуем в голосованиях, но не выкладываем листики в инстаграм, и потом не обсуждаем, а что же это такое. Мы работаем, скажем так, в большей степени на предупреждение. И мы совместно с Клещом сделали внеплановую обработку фунгицидом. Мы выбрали самый обычный, с инсектицидом выбрали самый обычный фунгицид, пропеканазол, то есть самый дешевый, и он снял у нас вопрос с теми болезнями, которые у нас были до конца апреля, до момента гербицидной обработки. Метсульфурон, метил, флоросулам. Фунгицидная группа у нас была разная. Это были иазоксистробины, и мы как бы стараемся предпочтение первой обработки всегда отдавать им. Во-первых, они в принципе нас устраивают, их действующее вещество. В плане болезни они хорошо держат, до флагового листа растения чистые. И другое, что все-таки их особое свойство, это дополнительно стимулировать набор и развитие вегетативной массы. Точно так же мы добавляем микроэлементы, добавляем инсектицид и третья обработка, которая у нас прошла недавно. То есть в этом году у нас получилось три фунгицидные обработки. Это был пропеканазол, тебуканазол, инсектицид. Значит, с чем мы еще столкнулись? Да, 300 килограмм дозировка по азоту, по физике, по селитре вроде бы неплохая, но сами понимаем, что предшественник, да, кукуруза на зерно. Делаем почвенную растительную диагностику. Видим следующие факты, что у нас азота в растениях 4, 4,2, ну то есть в пределах оптимума, а в почве азота нет. И прекрасно понимая, что сейчас будет момент, когда этот азот в растениях закончится, а в почве его просто ему будет взять неоткуда, мы дополнительно проводим обработку карбамидом. Где-то единожды, где-то дважды. Работаем 30 килограмм на гектар жидким 20-процентным раствором. Это 150 литров на гектар расход рабочего раствора. В итоге, что мы имеем сейчас? Мы имеем сейчас, как я считаю, очень достойное состояние посева. У нас сформировался плотный продуктивный стеблистой. Густота находится в диапазоне 680-720 стеблей, но сорт Тимирязевка 150, он сам по себе генетически, но и мы, в принципе, смогли все сделать для того, чтобы сформировать его таким, как он может быть генетически, крупноколосым. То есть, 18 колосков. В каждом колоске уже гарантированно формируются по два полноценных зерна и начинают формироваться третьи зерна. Конечно, не во всех, но я думаю, что в среднем где-то 45 примерно зерен с каждого колоса мы получим. Если проводить расчет на биологическую урожайность, то 45 зерен в колосе при пусть даже 38 граммах, ну, это даже многое, это 38. Давайте возьмем плохой расклад, 35 граммов. 35 грамм и 45 зерен, это полтора грамма, если быть точно 1 на 57, масса одного колоса. Умножаем на густоту, пусть она будет 680, то есть биология в районе 105-110 центнеров здесь, вот на этом поле. Понятно, что это биология, но мы ее всегда считаем для того, чтобы потом нам понимать, когда мы зайдем сюда убирать контрольные обмолоты, фактическая урожайность, что мы сделали не так, почему наша биология не совпадает с нашей фактической урожайностью. Но, по крайней мере, в этом году и сейчас на этом поле я предпосылок к этому не вижу, потому что стеблистой есть, зерна в колосе есть. За счет трех фунгицидных обработок 95% фотосинтетической поверхности зеленые, то есть у нас идет налив, у нас идет налив зерна, и у нас 95% листа снизу доверху зеленые, целые. Да, 5% начинают развиваться болезни, но я не думаю, что они будут развиваться с такой скоростью, что наше зерно не успеет в колосе сформироваться полноценно. Что касается качества, вот эти обработки карбамидом, которые мы дополнительно делаем, они в том числе, они, многие считают, что они работают только на качество, но я скажу, что они работают не только на качество, они работают и на количество тоже. Потому что, когда растение полностью обеспечено всеми необходимыми ему элементами питания, то есть, естественно, во время цветения складываются более благоприятные условия для того, чтобы в колосе заложилось как можно больше зерен. И мы делаем постоянно анализы по НПК и сдаем в разные лаборатории, получаем разные результаты, голова идет кругом, находим какие-то средние показатели, а где-то, может, даже визуально приходим к оценкам. То, что касаемо микроэлементов, здесь картина другая. Лаборатории в России сейчас появляются, но их не так много. И, скажем так, пока, ну, это лично мое мнение, я, может, ошибаюсь, кто-то меня там закомментирует, скажет, вообще неправ, там несет какую-то ерунду, пусть это будет так, но я считаю, что мы пока еще к этому сильно не пришли, чтобы делать полностью микроэлементарную раскладку по питанию для каждой культуры. Поэтому мы, находясь в этом хозяйстве, в каждую обработку добавляем полный комплекс микроэлементов. Полный комплекс, включающий в себя все микроэлементы, аминокислоты, витамины, ростостимуляторы, гуминовые кислоты, фульвокислоты. Просто для того, чтобы исключить разрыв вот этой цепочки. Как правило, потому что урожай это одна большая цепочка. Одно звено выпало, мы не получили с вами урожай. Поэтому с учетом тех задач, которые здесь стоят, а задачи здесь получать не менее 8 тонн с площади ежегодно озимых от 10 до 11 тысяч, совершать ошибки нельзя. И потом где-то это с кем-то обсуждать, за круглым столом, что да вот надо было сделать, а мы не сделали, но мы в следующем году сделаем. Нет, здесь такие варианты у нас не проходят. То есть мы работаем по интенсивному типу. Да, у нас высокие затраты, мы на гектар тратим больше 30 тысяч рублей. По отдельным предшественникам это 34 тысячи, 35 тысяч. Но нужно понимать, что при урожайности озимой пшеницы 80 центнеров, себестоимость зерна, во-первых, много, да, его с 10 тысяч гектар 80 тысяч тонн. И его себестоимость 4,20, 4,30, 4,40. То есть есть о чем поговорить. Да, не каждый год дает нам урожай 8 тонн. К примеру, если рассмотреть прошлый год, это 6 тонн. Те же затраты. Ну да, ну получили мы 5,70, 5,80. Да, цена реализации 13, ну экономику можно легко просчитать. Работая карбамидом, да, мы работаем на качество. Пшеницы с протеином 13,5 и выше у нас более 85%. То есть фуражной пшеницы у нас нет. Натура из-под комбайна, как правило, если не припекает жара, вот если брать средний статистический год, это 770, 780, 790. После подработки на немецких машинах Бюллер мы делаем натуру при необходимости 800, 810, 820. Поэтому вот так. Что еще хочу добавить? Что мы много очень с вами обсуждаем разных тем, предпосылок. Кто-то задает очень правильные вопросы. И мы всегда как бы рады, готовы на них ответить, поделиться опытом, обменяться. Но действительно бывают вопросы, которые иногда меня не выводят из равновесия, скажем так, а просто заставляют думать, что не все люди, скажем так, специалисты, те, с которыми мы общаемся, немножко нас понимают. То есть когда мы находимся на поле, приводим цифры, приводим факты и говорят, что откуда тут 100 центеров, ребята, вы что, она у вас там по колено такая пшеница, у вас 50 не будет. Ну то есть хочется, чтобы если была какая-то продуктивная критика, она была чем-то аргументирована, какими-то фактами, какими-то цифрами, какими-то доводами. И тогда, когда в совокупности вот это все у нас соберется, мы с вами будем четко, более правильно видеть направление, в котором нам с вами нужно работать. потому что мы этот ролик записываем не для того, чтобы там рассказать о том, какие мы хорошие или какие плохие, а для того, чтобы просто поделиться тем, что делаем мы и что получаем. Может каждый для себя что-то подчеркнет и начнет делать точно так же. Может быть он поймет, что он где-то ошибается. Потому что все мы одна большая дружная агрономическая сельскохозяйственная семья. Задача стоит перед которой максимально получить урожайность. А чем больше урожайность мы получаем, тем ниже у нас себестоимость и тем меньше мы привязаны к цене реализации. Если у нас будет наша себестоимость 4 рубля, а допустим цена на зерно провалится до 8, да мы все равно в 100% рентабельность бизнеса нашего все равно будет 100%. А если мы с вами как многие а я трачу 20 тысяч рублей на гектар 2 центнеров получаю. Ну и что ты получаешь? У тебя 10 рублей себестоимость твоего урожая продал ты его за 12 во-первых его зерна 2 жмени а во-вторых рентабельность твоего бизнеса всего 20% Поэтому давайте работать вместе учиться делиться опытом Всем спасибо за внимание пишите в комментариях субтитры и до новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok